Подходит к концу 2010 год. Еще один знаменательный продуктивный год из истории жизни компании Международный Коралловый клуб и всех тех, кто является ее приверженцами. Этот год был полон приятных событий, ярких впечатлений, больших достижений, побед и наград, огромного труда и высоких результатов. Компания по-прежнему идет по пути международного развития и не перестает расширять ассортимент продуктов. В этом году появились такие новые продукты, как питательные и вкусные батончики «Спирулина Грин Бар», «Спирулина Какао Бар», «Супер Черри Бар», «Супер Эйпл Бар», «Супер Фуд Бар», «Сильвер Гель» – уникальный гель на основе коллоидного серебра, разогревающий крем «Кул Релик», который действует как спасатель при растяжении мышц, травмах, болях и простудах, биологически активный комплекс витаминов, минералов, аминокислот, микроэлементов и растительных волокон флавосил. Членов клуба порадовал яркий и богатый информацией новый журнал компании «Корал Тайм» и красочный каталог продукции. Выпущена серия книг по продуктам и здоровью. Коралловый клуб провел системную пиар-компанию продукции в таких популярных средствах массовой информации, как газета «Московский комсомолец» и журнал «НК Бывар». Настоящим подарком и блестящим инструментом для всех нас стал новый познавательный видеофильм о «Корал Майне» с экскурсией на Окинаву, ведь для нас это главный инструмент работы. Миссия компании «Коралловый клуб» – делать мир красивым. Компания «Корал Клуб Интернешнл» стремится делать мир красивым во всех его проявлениях. В этом году была разработана социальная и экологическая программа «Дерево 21 века», которая включает в себя ряд акций по озеленению больших городов, где есть центры продаж компании. В рамках каждой акции любой член клуба может посадить свое дерево – дерево своего будущего. Первые шаги озеленения окружающей среды «Коралловцами» уже были сделаны на территории села Лазаривка у церкви Александра Невского, которую построила платиновый мастер Зинаида Теревьева. Туда не раз приезжали мастера, дистрибьюторы и потребители «Кораллового клуба». Команда города Одессы посадила свою аллею одесситов. В этом году серебряный мастер Светлана Ивашук написала книгу «Яблоня от яблони» и объявила акцию в помощь детям дома малютки города Черновцы. Вырученные средства пошли на восстановление здоровья малышей. Светлана Ивашук вместе с Ольгой Бутаковой посетили дом малютки, побеседовали с главврачом и расписали программы применения продуктов. В городе Одесса официального разрешения по применению укрепляющих программ добилась директор приюта номер 2 Ольга Галинская. Благодаря ее усилиям уровень заболеваемости ОРЗ и ОРВИ снизился на 50% по сравнению с прошлыми годами. В компании «Коралловый клуб» налажена система обучающих школ. Это еженедельные семинары по сохранению и укреплению здоровья для потребителей. Они получают глубокие знания о живой воде, об очищении организма, полноценном сбалансированном питании и защите иммунитета. В таких крупных городах, как Москва, Самара, Саратов, Хабаровск, Киев, Донецк, Днепропетровск, Харьков, Запорожье и многих других городах ежемесячно проводятся стартовые школы, которые предназначены для тех, кто делает первые шаги в бизнесе, знакомится с компанией, изучает ее историю, ассортимент продуктов, концепцию здоровья, миссию и принципы. Это ежеквартальные школы директоров «Навигатор», на которых активные дистрибьюторы изучают основы построения бизнеса, создания дружной команды партнеров. Здесь новичков обучают опытные мастера. Они раскрывают секреты своего успеха, вселяют веру, заряжают оптимизмом и вдохновляют на успех. Как всегда, оригинальными и эффективными остаются летние семейные школы в Крыму. Школа директоров в Судаке «Звездный пилотаж» Усарова и Елены, город мастеров Натальи Талда, фабрика мастеров Лидии Богославской, высший пилотаж «Гущиных» Татьяны и Володи и школа Ирины Букры. Крымские пейзажи, летние палатки, семинары на свежем воздухе, вечерний костер и песни под гитару создают теплую атмосферу знакомства, дружбы, общения и продуктивного обучения. В результате целые семьи становятся членами Кораллового клуба. Ежегодная школа лидеров в Одессе «Фрегат мастеров» Марины Федоренко, в Запорожье фабрика мастеров Лидии Богославской, в Закарпатье полям и нарциссов Зинаиды Деребьевой, в Уссурийске школа лидеров Зинаиды Будько, Людмилы и Дмитрия Насоновых, в Подмосковье семинар Network Revolutions Алексея Луконина, Розы Фоминой и многих других собирают большую команду новых и уже состоявшихся лидеров и мастеров различных структур. Здесь они обмениваются опытом, новыми методами работы, совместно планируют будущие события, учатся, как создавать и развивать сильную, крепкую и дружную команду партнеров, самостоятельных и независимых лидеров Кораллового клуба. Достойным примером слаженной работы мастеров Галины Шелех, Анатолия Борисова, Марины Федоренко, Климутиной Натальи, всех выступающих, а также организаторов мероприятия Донецкой, Киевской и Одесской команды стала подготовка и проведение масштабного семинара для директоров под названием Коралл Лайф, который состоялся в Тунисе. На семинар приехали свыше 500 человек из разных уголочков мира. Особенно поразили дистрибьюторы Монголии, которые добирались на семинар более семи дней. Золотые мастера Галины Шелех и Анатолий Борисов успешно организовали и провели школу директоров в крымском городе Алушта. В городе Белая Церковь состоялся семинар «Формула успеха» Светланы Иващук. Мастер Анастасия Свердвиченко в городе Хабаровск организовала большую конференцию и незабываемую туристическую поездку в Японию, где также появились активные потребители и дистрибьюторы Кораллового клуба. Так что путешествие было совмещено с работой. Это и есть стиль жизни сетевика. Региональная конференция в Риге под тематическим названием «Мой путь к успеху» порадовала ее участников не только богатой информацией о развитии и расширении своего бизнеса, экскурсиями по Старой Риге, но и замечательным круизом в Стокгольм. Регулярно в разных городах и странах проводятся межрегиональные конференции поколения «Некст», главный лидер которых – золотой мастер Александр Подпорин. Сегодня активно развивается движение молодых бизнесменов. Творческая группа выпустила журнал «Поколение Некст», где пишется об историях успеха лидеров компании, поднимаются актуальные вопросы, дается интересный и познавательный материал для развития молодежи. Традиционно состоялись конференции компании в Египте «Золотые для золотых» и в Москве для членов клуба и выше. Это грандиозные мотивационные и обучающие мероприятия, на которые дистрибьюторы приводят свои команды и получают кладезь знаний, награды, признания, ближе знакомятся и общаются друг с другом. Бизнес-тур Марии Микедоренко по таким городам, как Милан, Болония, Ремини, Неаполь, Ливорно и Рим громко заявил о компании «Коралловый клуб» по всей Италии. Презентации, личные встречи, холодные контакты – все это дало положительные результаты и подготовило почву для проведения здесь международной конференции. Был запланирован и успешно прошел грандиозный бизнес-тур по городам России платинового мастера Марии Микедоренко. И как результат – масса благодарных отзывов россиян, увеличение количества подписаний, товарооборота, развитие роста дистрибьюторов в рангах. Лидеры в таких городах, как Пермь, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Уфа, Самара, Саратов, Москва провели огромную работу по организации городских презентаций, тренингов и личных встреч для активных дистрибьюторов и сетевиков. Успешно внедрена и реализована работа по привлечению лидеров различных сетевых компаний при помощи уникального тренинга Марины Микедоренко «МЛМ. Маркетинг без иллюзий». Активное участие дистрибьюторов компании «Коралловый клуб» по приглашению знакомых сетевиков на этот тренинг дало свои плоды. В их структурах появились не просто новички, а люди, обладающие знаниями, опытом ошибок и успеха в индустрии МЛМ, люди, которые влюблены в МЛМ. Многие из них оценили уровень обучения и преимущества маркетинг-плана «Кораллового клуба» и сделали свой выбор в его пользу. 22 марта во многих городах России, Украины, Молдовы и других странах прошли праздничные городские презентации, посвященные Всемирному дню воды. Это самый большой праздник «Кораллового клуба», так как мы постоянно информируем окружающих о качестве питьевой воды и учим их пить чистую живую воду. В «Коралловом клубе» стала активно проходить трёхмесячная школа по коррекции веса и правильному сбалансированному питанию. В Одессе её ведут Конфутин Павловичев, Алевтина Рощупкина и Куян Оксанов. В систему работы внедрена новая технология проведения презентаций и семинаров по сети интернет. Это вебинары. Ведущими вебинаров стали около 20 мастеров. Дистрибьюторы и потребители высоко оценили возможность общения, обучения и ведения бизнеса по интернету, не выходя из дома. В этом году Марина Федоренко вместе с одесской командой выпустила целый цикл прямых эфиров телепередач для того, чтобы поделиться с вами секретами молодости и активного долголетия, чтобы рассказать о простой философии сохранения и укрепления здоровья. Осторожно, грипп, иммунитет, лучший доктор Мири, кто в ответе за ваше здоровье, БАД и законодательство и другие. Продолжается выпуск газет Коралловый мир для потребителей и дистрибьюторов, где подробно рассказывается о наших уникальных продуктах. Компания Коралловый клуб постепенно расширяет свои границы для более близкого общения и для знакомства с теми, кто о нас еще не знает. Компания Коралловый клуб шагает по Европе, расширяя свои границы для более близкого общения и знакомства с теми, кто о нас еще не знает. Теперь у жителей Италии, Румынии и Израиля есть возможность пользоваться нашими удивительными продуктами и создать свой собственный успешный бизнес. В этом году в Италии состоялась первая международная конференция, которую организовали Валентин Кузалков, Александр Гречишкин и Марина Федоренко. Развивать свой бизнес приехали дистрибьюторы Италии, Чехии, Франции, Молдовы, Белоруссии, России, Украины, Албании. Руководитель склада Валентин Кузалков не только наладил работу, но и обеспечил потребителей и дистрибьюторов информационными материалами на итальянском языке. В Израиле при совместной работе Якова Хривицкого и Марины Федоренко состоялась первая стартовая школа, личные встречи и презентации. Живой интерес жителей Израиля подкрепился результатами – большое количество новых потребителей и дистрибьюторов. 2010 год ознаменовался открытием официального офиса компании в Румынии. Теперь жители Румынии имеют свободный доступ к уникальным продуктам для укрепления и восстановления своего здоровья. Теперь и для них открыты большие перспективы в создании собственного бизнеса. Добро пожаловать всем, кто хочет жить по-новому! Давайте вместе делать мир красивым! Здоровья, успехов, счастья, удачи, любви, радости всем нам в новом 2011 году!